Уже 9 августа на территории Барнаульского арт-пространства Спичка стартует один из самых масштабных музыкальных фестивалей краевой столицы – Сибиризация. Он будет идти два дня. За это время на сцене выступит около 40 групп из нескольких соседних регионов. Подробнее о том, что еще ожидать от мероприятия, нам расскажет один из организаторов фестиваля – Александр Хромцов. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнем с вопроса о численности. В прошлом году Сибиризация собрала больше трех тысяч зрителей. Скажем так, в этом году что ожидаете? В этом году эту цифру мы планируем увеличить. Ну, по крайней мере, мы так надеемся. Ну, уж я думаю, что всяко мы соберем, ну, никак не меньше показателей прошлого года. У нас за прошлый год в первый день прошло где-то около тысячи человек, и во второй день где-то около двух тысяч человек на фестивале побывала Сибиризация. То есть в этом году планируем прям поднять показатели там до пяти-шести. Ну, все-таки несколько тысяч – это число большое. Вот в чем особенность Сибиризации? Почему она так полюбилась людям? Особенность Сибиризации? Ну, вот я как для себя, допустим, понял, и мне кажется, что и примерно у людей, думаю, то же самое присутствует. Вот Сибиризация – это такой фестиваль, на который тебе никуда не нужно ехать. Просто все фестивали, они в основном проводятся где-то за городом. То есть ехать за город – это нужно подготовить, значит, нужно подготовить, где тебе жить, то есть там палатку какую-то, на чем тебе ехать, это значит, то есть расходы там на бензин, на то все, купить билеты. Там на фестивале, как правило, там платная парковка, платное то, платное сё, еще нужно покушать. То есть съездить на какой-либо фестиваль, даже без учета стоимости билета, обходится в очень крупненькую сумму обычно, вот когда ты едешь на какой-то фестиваль. То есть, ну, это, как правило, вообще не дешево. Если ты еще и семьей, с женой, там, с детьми едешь, то это очень крупная сумма, выходит, большая. С фестивалем Сибиризация все просто. Садишься на автобус или троллейбус или трамвай, доезжаешь до конечной остановки, выходишь, здравствуйте, фестиваль Сибиризация. Кстати, о финансовых затратах. Вообще вход бесплатный? Вообще у нас, как бы, совершенно фестиваль бесплатным сделать было невозможно, потому что фестиваль это всегда очень-очень затратный. То есть, возможно, только при условии, что если мы найдем каких-то спонсоров, которые вот готовы покрыть все затраты совершенно, но таких спонсоров найти очень сложно и очень тяжело, поэтому фестиваль, он у нас, так скажем, условно-бесплатный, условно-платный. У нас первые два часа каждого дня фестиваля, то есть, первый день у нас начинается в 4 часа, то есть, с 4 до 6 бесплатный вход. То есть, если ты можешь зайти и присутствовать там до самого конца фестиваля, совершенно бесплатно. Второй день начинается в 3, то тоже так же с 3 до 5, совершенно бесплатно, можешь зайти и присутствовать до конца фестиваля совершенно бесплатно. Но если ты вышел с фестиваля и заходишь уже там после 6, после 5, то вход уже будет платный, будет составлять совершенно небольших денег, там 500 рублей. То есть, ну, я думаю, для такого крупного и масштабного фестиваля это совершенно вообще очень маленькие деньги, я считаю, копейки. Сейчас вход на любой концерт, ну, скажем, в любой бар-клуб в Барнаульске стоит примерно тех же самых денег. И, как бы, ну, ты там получаешь 2-3 группы, а тут помимо групп еще много всего остального, то есть, эмоции и прочее-прочее. Ну, перейдем к самому интересному, это, конечно же, музыкальная часть. Чем нас порадует сибиризация в этом плане? Какие жанры музыки будут? Жанров музыки очень много. Просто, ну, то есть, у нас, у нас всегда на фестивале сибиризация всегда был очень разноплановый именно в плане жанров. То есть, от совершенно какой-то легкой музыки, да, так скажем, до очень тяжелой. Поэтому, мне кажется, что зрители найдут, так сказать, музыкантов-исполнителей на любой свой вкус. Ну, в основном, конечно, у нас фестиваль – это больше направление, именно рок-направление. Ну, также у нас есть и музыканты, которые, допустим, вот у нас есть музыканты, которые рэп исполняют. Есть музыканты, которые более такие какие-то концептуальные, так скажем, уходят в музыкальные стили. То есть, присутствуют стили разные, но мы, как бы, все это, все это, именно вот эта музыкальная стилевая часть зависит от того, от заявок. То есть, мы рассматриваем заявки все, от всех исполнителей, всех стилей. Но, как бы, исходя из тех заявок, которые у нас есть, мы отбираем самые лучшие. И, как бы, вот, что в итоге получается, то уже играют потом на фестивале. То есть, уже те музыканты выступают на фестивалях. Около сорока коллективов у нас в этом году выступит, отобрано. У нас также будут хедлайнеры. Это группа «Диско-провокация» Барнаульская. Это группа «Борода-бабая» Барнаульская. И группа «Шары». Они сейчас уже практически не барнаульские, потому что живут в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, эта группа зародилась в Барнауле, стала популярна в Барнауле, потом стала популярна на всю Россию. Сейчас они уже давно переехали в Санкт-Петербург и живут там. Но, вот, специально для фестиваля «Сибиризация» они вернутся и сыграют свой очень крутой сет. А вот из менее популярных групп, какие бы вы отметили? Может быть, не только по музыке, но и по перформансам, как, например, в прошлом году была Лена Заринская. Лена Заринская. Вот в этом году я пока что, как бы, для себя мы уже сделали пометочки, что вот группы, которые у нас новые появились на фестивале, которые в прошлом году у нас не выступали, то для себя мы сделали такие, скажем, галочки поставили, что вот эту группу интересно было бы послушать. Но что будет на самом фестивале, мы узнаем только, как бы, на фестивале. Поэтому я пока что вот не могу сказать, что та или иная группа как-то там крутой выступит. То есть мы все это увидим на фестивале, поэтому я всем рекомендую туда прийти и самим для себя сделать какие-то, может быть, музыкальные открытия. А кроме музыки, что будет еще? Какие-то, может быть, активности? Да, да, как и в прошлом году у нас будет ярмарка большая, у нас фестиваль расширяется, ярмарка у нас тоже расширяется, она будет прям значительно больше, чем в прошлом году. Также у нас, значит, будут мастер-классы от школы барабанов, про барабаны. И еще, кстати, вот вам секрет раскрою, еще никто об этом не знает, как говорится, по секрету всему свету расскажу. У нас написано, что у нас будут две сцены музыкальных, то есть у нас будет главная сцена и у нас будет малая сцена. Но, в общем, у нас будет три сцены вот так вот. И за третью сцену будет отвечать барнаульская рок-школа. То есть они выставляют дополнительно еще одну сцену, где у них будет, так скажем, такая лаунж-зона с акустическим концертом. То есть там будут выступать ученики рок-школы в течение всего дня, в течение 10 августа, в субботу. То есть мы выставляем вот эту еще одну дополнительную сцену. То есть в течение всего дня ученики рок-школы будут, так сказать, показывать свое мастерство, то, чему они научились. Ну и как бы дополнительная вот эта вот у нас как бы будет активность, где люди смогут прийти. То есть там в основном будет музыка везде громкая, естественно, в электричестве все. А там будет такая лаунж-зона, где можно посидеть там на креслах, послушать потихонечку играющую музыку. Не знаю, там попить кофейка, например. То есть все больше и больше удобств таких. Можно быть даже посидеть. Естественно, естественно. Мы как можно больше постараемся сделать мест, где можно просто сесть, расслабиться, зонтиков там поставим и так далее, чтобы спасаться от палящего солнца или чуть-чуть-фу, не дай бог дождя. Вот. Потому что в прошлом году у нас так ливень очень немного там огорчил, но, слава богу, пронесло. Вот, кстати, еще раз про прошлый год. Знаю, что все прошло не так гладко. Вот какие, скажем так, ошибки в этом году собираетесь исправить? Ну, во-первых, мы делаем лучшие сцены. То есть у нас главная сцена будет нормальная, профессиональная сцена, собранная. То есть у нас там прокатчики есть определенные, которые нам помогают и поставят нам хорошую сцену. Потому что с одной из сцен у нас было несколько моментов. Во-первых, у нас на ней брухнула крыша в определенный момент, когда был дождь. Во-вторых, музыкант комнаты культуры, запнувшийся, скажем так, в всякие перегородки, которые там стояли, он чуть, ну, он упал, но чуть как бы не повредился. То есть, слава богу, что все обошлось, он там на чехлы упал. Поэтому не хотелось бы вот таких вот моментов повторять, как в прошлом году. Поэтому одну из сцен мы делаем, скажем так, большую, а вторую сцену мы расширяем, делаем ее более просторной, чтобы на ней было комфортно находиться музыкантам. Ну и как бы, чтобы опять же исключить какие-то вот такие, может быть, моменты, которые могут возникнуть. Ну и в целом, как бы, больше сцена будет смотреться значительно выигрышнее, значительно интереснее. Вот, какие еще недочеты, туалеты поставим дополнительные, потому что в прошлом году мы пользовались теми, что непосредственно были на фестивале. В этом году поставили дополнительные туалеты. Ну и в этом году у нас будет больше охраны, скорая помощь будет присутствовать. То есть, мало ли что, там какие-то моменты могут возникнуть, там кому-то от жары плохо, кто-то там чем-то может отравился, ну мало ли что может возникнуть, всякое бывает. Поэтому все эти моменты будут учтены. В прошлом году мы как-то, скажем так, ну опять же из-за ограничения именно финансового нам было сложнее это все как бы организовать, поэтому как бы справлялись все своими силами, можно сказать. В этом году как бы значительно получше, поэтому все вот эти моменты мы как бы исправим и сделаем лучше. В прошлом году сибиризация, к сожалению, не окупилась. Как вообще решились на этот шаг все-таки провести еще один фестиваль? Я очень долго на самом деле не мог решиться. Мне уже все писали и звонили и говорили, будет ли сибиризация. И зрители интересовались, и так скажем, люди, с которыми мы работали на сибиризации. И я как бы всем говорил, что если мы не найдем спонсоров, то фестиваля скорее всего не будет, потому что очень затратно, очень много денег и при всем при том это еще очень много сил, много времени, много всего. То есть целая куча всего как бы возникает, чтобы сделать хороший, интересный и качественный фестиваль. Но в этом году, слава богу, у нас со спонсорами стало все хорошо. Вот этим всем людям огромное спасибо, и без них скорее всего фестиваля бы не состоялось. Поэтому как бы всегда, лично для меня как организатора, всегда хочется сделать какое-то крутое мероприятие, классный фестиваль. Но когда ты начинаешь с этим сталкиваться, ты понимаешь, что на это нужно денег, на это нужно денег, на это нужно денег. А без людей, которые смогут эти деньги дать, ничего, к сожалению, невозможно сделать. Вот, хотя и очень хочется. А целевая аудитория сибиризации, это какие люди? Это семьи, может быть? Ну, судя по прошлому году, фестиваль у нас вышел весьма семейный, потому что, как бы я не ожидал, я думал, что будут в основном взрослые люди придут, там, которые любят, не знаю, там, рок-музыку, любят что-то такое. Но, судя опять же по прошлому году, пришло очень много людей с детьми, с семьями, там, молодежь, очень взрослые, то есть, ну, прям, очень разноплановая аудитория, так скажем. Поэтому в этом году мы будем продолжать, будем учитывать интересы всей аудитории, которая у нас есть, то есть, если для детей, то чтобы были для детей у нас какие-то, значит, точки, да, там, где детям нужно было развлекаться, играть, там, что-то делать, заниматься, заниматься какими-то активностями для взрослых, ну, то есть, для всех, как бы, чтобы всем было максимально интересно, всем было интересно что-то и послушать, и что-то поделать, и что-то купить, чего-то покушать, то есть, ну, вот так, чтобы было все максимально здорово и интересно. Ну, надеемся, в этом году фестиваль пройдет еще более красочно, зажигательно и ярко. Но, к сожалению, у нас уже время подходит к концу. А я напомню, что сибиризация стартует на территории Спички уже 9 августа и будет проходить два дня. До встречи в эфире.